Это вообще бессмысленно. У вас не было ситуаций, связанных с той эпохой, каких-то напряженных? Да, особенной даже не было, потому что я занимался планом. У Панишады включили в плановую тему. Отзывы были в какие-то тонкости философские. Я, так сказать, не лез и просто писал, что это относится к компетенции специалистов-философов. А так я просто излагаю то, что есть. Было некоторое недовольство, связанное с афоризмами. С афоризмами? Что? Что не так? Вот я вам скажу. Но они, во-первых, не были плановой работы. Это был чистый мой для собственного удовольствия замысел. То есть это уже подозрение вызывало? В этом году, да, уже больше полувека назад. Но когда это вышло, я, кстати, об этом вкратце пишу в послесловии. В послесловии, да. Когда это вышло, так, во-первых, появился в журнале вопрос о религии, нет, науке и религии. Был такой журнал. Да, был такой. И там появилась буквально в том же году такая рецензия под каким-то таким немножко издевательским названием. То ли о чем-то я всемогущим боди, еще о чем-то. Вот. Там было, во-первых, значит, как можно такие взгляды, ну, я об этом вкратце пишу, да, как можно такие взгляды относительно женщин или слуг высказывать. Ну, а там о женщинах и то, и другое. А в плане освобождения Мокши, естественно, так сказать, порицается и все связанное с женщинами. В части Камы, разумеется, женщинам отдается дань. Ну, опять же, под, так сказать, основным жизненным, так сказать, целям. Да, да, да. Вот. А, значит, ну, это, значит, во-первых, он дико за них обиделся. Потом, значит, как называется, там, где связано там высшее начало. К сожалению, тогда мне не дали с большой буквы писать высшее начало. Но я это здесь переправил, это здесь, вот и высшее начало. Вот. А потом, значит, где-то я пишу там, что есть какие-то вроде внутренние противоречия, которые лишь, так сказать, отражают в каком-то смысле практицизм, которому человек следует на это. Пока, скажем, он занят артхой, и артха с гостной дхармой. Все это обязательства, что то наставление говорят, что если ты вот ничего не делаешь, так ничего и не будет. А с другой, что ты не делаешь, так сказать, все у тебя написано на лбу самом начале. Да, да, да. Твои варные... Вот я там пишу по этому поводу, это уже в первом предисловии, что, так сказать, исключать подобные несовместимости все-таки представлялось не лучшим путем, потому что читатель получил бы все-таки более, так как бы, неполную картину. Вот. Это, так сказать, все, так сказать, вот это индийское, вот как бы индийского видения мира. А тут рецензент написал так, вот опять же ссылась это. Но, во-первых, зачем вообще нашему читателю иметь полную картину? Нашему человеку. Совершенно забыла. Это я, кстати, вот этот момент, я не мог удержаться и повторил это в издание. Зачем нашему читателю полная картина? Это прямо как из бриллиантовой руки. Наши люди будут на такси. Да, вот-вот. Разумеется, она совершенно ни к чему нашему читателю. Полная картина. Ну, конечно. Вот так вот, да. Но были и эти самые, были и, естественно, какие-то упреки сверху, с более сотен станций. Были разные. То есть это уже 60-е годы? Это была середина 60-е годы. Но это было в порядке вещей. Я особенно и не надеялся, что это там. То есть уже был Брежнев. Уже был Брежнев. Уже был Брежнев. Но это в данном случае, да. Ничего не менял. Не думаю, да. Нет, но тут было другое. Ну, ладно, хорошо. Это так. Это, разумеется, нет. Допустим, не так сказать. Моя точка зрения, хотя это уже мое личное дело. Хорошо, это древний индей, ладно, вы занимаетесь наукой. Но зачем вы это издаете массовым тиражом? А тираж был 100 тысяч, который тут же разошелся. Вот вы понимаете, в такие времена был такой, да. Издательство? Наука, да. Кажется, главная редакция восточной литературы. Она ведь существует до сих пор. Да, да. Он буквально тут же... Ну, были разные отзывы, были очень... Ну, опять же, об этом очень коротко что-то сказать, да. Так вот, был такой упрек уже более высоких инстанций, что хорошо, но зачем вы такие вещи издаете массовым тиражом? Это же не собрание сочинений Ленина. Да, это было, да. Ну, в плане каких-то... Ну, во-первых, это была, видимо, моя, так сказать, ступна, да. А потом практически не было особых поводов что-то специально предпринимать. Ну, что-то... Ну, была... Тем более, что, так сказать, работа... Она получила отзывы благоприятные специалистов. Вроде издательство это сделало. Я так их подобрал. Ну, специально за... Почему я выбрал именно эти афоризмы и не исключил их? Почему я выбрал, где там плохо о слуге или плохо о женщине? Ну, вот, да. И, кроме того, ну, тут просто... Во-первых, видимо, не было специальных поводов что-то там со мной делать. И был сам по себе... Я был тогда Гафуров, видать. Да. Ну, он, так сказать, он, наверное, по своей инициативе особенно ничего не делал. Я даже помню, я, так сказать, вот в то время, когда это было, я в коридоре института, я, значит, тут иду, и он навстречу идет. И единственное, что он мне сказал, ну, что же вы нас так подвели? Это он мне... И все. И больше ничего. Так, по-дружески даже. Пожурил, можно сказать. Нет. Он-то сказал, ну, может быть, с легким упреком, но, так сказать, без всякой, так сказать, жажды. Вот, мол, так вот, смотрите, мы, так сказать, этого так дела не оставили. Да, да, да. Буквально, что же нас так подвели? И все. Этим, так сказать, ограничилась реакция. Ну, для меня лично. Может, они, так сказать, что-то выражали недовольство там заведующему издательством или там кому-то еще. Может быть. Ну, это... Я не в курсе дела. Хорошая карма, Александр Яковлевич. Из-за чего, видимо. Это было так, да. Вам крупно повезло. Вот, вы знаете, у меня... Вообще везло, наверное, по какому-то счету. Это счастливая, ничем не повторимая пора детства. Это же слова из Толстовского детства. Не у всех, ведь тоже не у всех оно бывает разное. Не у всех, правда. Так я так и считаю, что судьба, так сказать, оказалась благоприятной. В целом ряде отношений. И это я понимаю, и, конечно, да. Это да. Это да. Вы знаете, вот такой вопрос еще. Еще какие вопросы? Да, вопрос. Один из первых, который вот возник у меня. Поскольку вы стояли, можно сказать, у истоков отечественного востоковедения. Но советского периода. Нет, нет, нет. Советского периода. Нет, нет, нет. Ну, все же. Ну, там ведь был большой перерыв, когда школа вообще... Виктория. Нет, нет, нет. Ну, были, Господи. Были еще, так сказать, были очень крупные исследователи. Ну, вы же, в том числе. Был там Щербатской, скажем, был. Конечно, да. Кто-то там безвременно скончался, кто-то погиб там. Нет, ну, нет. Это, конечно, не так. Была хорошая школа. Опять же, ну, кто-то в чем-то это имел очень печальную судьбу. В Петербурге, конечно, была. Вот, нет. Нет, но просто это, просто лучше, точнее сказать, было бы, что в том некотором, так сказать, вот, так сказать, интенсификации интереса, вот, классической к индийским этим ценностям, которое произошло, вот, скажем, с 50-х годов, 60-х, я вот как-то к этому причастен. Да, да. Вот так можно выразиться. Да, хорошо. Но с настоятью истоков, это, боже, украстью. Хорошо, хорошо. Тогда вопрос вот какой у меня в связи с этим. Вот известно, что восточные факультеты, причем именно восточные, были на особом таком положении. Они были под строгим надзором. При университете. Да. Так вот я вам скажу. Так было в ЛГУ. Я думаю, что в Москве было не иначе. Так вот я вам скажу. Я понимаю, что стратегический и политический Восток всегда был направлением важным. Но, может быть, еще какая-то причина? Нет, нет, нет. Тут было так. Военные переводчики для спецслужб. Я понимаю, что вы понимаете. Ну, что-то еще может быть. Нет, нет, нет. Прежде всего я, значит, кончал и классическое отделение, как классик. Да. Специализировался по санскриту факультативно. Занялся санскритом. Причем, окончив университет, я с университетом никаких не имел. Так сложилось, что я смог работать в Институте истории, Академии наук, научно-исследовательском. С так называемым институтом восточных языков при университете я никогда не имел дела. Никогда. И вряд ли вообще было бы реально, чтобы я туда как-то попал. Абсолютно. Я знал, что там вообще был, так сказать, такой институт востоковедения. Такого рода был. Но он в основном был связан отчасти с иностранными делами. Там даже военные факультеты какие-то существовали. Я знал, нет-нет-нет, это я и не в курсе дела, и я абсолютно с ними дела никакого не имел. И, кстати, с преподаванием вообще не имел дела никакого. До того, как уехали в Израильск. Когда я уехал, там просто иначе организован. То есть я работал только в системе Академии наук, научно-исследовательских институтов. Отделение общественных наук, туда входят и истории востоковедения. Причем занимался древностями. А поскольку это были очень далекие индийские древности, это было... Ну, другое дело, конечно, я мог не так осветить какую-то там философию в плане борьбы с идеализмом и материализмом, но этим я не занимался. И наоборот, даже присутствие говорил каждому, что это пусть рассматривает, так сказать, специалист-философ, а я вот пытаюсь дать филологически точный перевод текста. Вот так вот. Ну, а все же, вот по вашему мнению, почему восточный факультет, его студенты вызывали такой... Ну, Виктория, ну это же само собой ясно. Не какой-то другой, не филологический, например. Неверно. Почему? И на филологическом были там современные, там, скажем, если речь шла о современной литературе, то же самое, Господи. Тем более какой-то писатель. Другое дело, если писатель умер 500 лет назад или в древности, с него, так сказать, взятки гладкие. И то кто-то его оценит так, но это уже споры, эти уже, так сказать, нет. Но если этот писатель, сегодня он на щите, а завтра он брякнет что-нибудь не то, так уже, так сказать, что... А кто-то о нем написал до того, как он брякнул не то. Ну, ясно, что тогда вообще это да. Нет. Это было всюду. Другое дело, что общее направление было крайне, так сказать, актуализация этой вещи. И это да. И если говорить о современной, так сказать, Востоке, разумеется, очень значительная часть того же института востоковедения занималась именно современным состоянием. Ну, это вы знаете, наверное. Там составляли... Или люди буквально исследовали что-то. Очень многие младшие составляли соответствующие справки там. Там справка об Индонезии, скажем. Туда едет какое-то официальное лицо, которому надо составить, так сказать, чтобы он знал, о чем идет речь и что там говорить. Ему составляется, так сказать, какая-то памятка, сведения. И над этим, так сказать, отношения были очень оживленные. Ну, да. Будь то там политические, торговые какие-то. И, разумеется, то есть это была такая направленность. Но она была в самом... Был там потом Институт Африки, обособился от этого. Был Институт Америки, кстати, стран Америки. И они, конечно, в значительной части, я уже не знаю, в какой пропорции, занимались не столько строгой наукой. Сколько политикой. Да, но если там, не знаю, в Институте мировой литературы кто-то был в курсе всех этих современных, ну, допустим, разрешали там какого-нибудь там десятку другому сотрудников изучать язык Шекспира там или там Чосера или еще что-то. Разумеется. Ну, примерно так же было и востоковедение. Да. А общей практической, что нельзя уходить от современных. Но если человек по самой специальности занимался древностью, многие... Другое дело, что многие переходили на современность, или чтобы более успешно работать, чтобы оказаться где-то на ряду. Это уже другое дело к науке особенного отношения не имеющейся. Вот. А если человек с самого начала замкнулся на этом, и уж скоро он попал в число сотрудников, ну, ему дают этим заниматься. Вот так. Вот так. Тогда вот... Так что это все было очень так просто. Вот такой вопрос еще, Александр Яковлевич. Если вот востоковед, индолог, тибетолог, занимающийся древними текстами, средневековыми или древними, ведь многие из этих текстов, особенно если они касаются йоги и философии, ведь они очень часто являются посланиями вообще о методах жизни, отношениях жизни, смерти к личным... Ну, обычно, правильно. Вот может ли ученый, занимающийся такими текстами, даже как у Панишады, может ли он оставаться сухим академическим ученым, не вовлекая сердца и души? Я вам скажу, может, мне повезло, но я, так сказать, эти тексты, их можно назвать там и этика философствами у Панишады, по-разному, они вообще не так уж однородны. При том, что я подчеркивал, что я философия, что здесь возможны разные истолкования, я упоминал в кратких там библиографических экскурсах, что вот, скажем, вот советские ученые так считают, обращают на это внимание, там, кто-то там, допустим, такой-то там немец, скажем, Рубен, там, в ГДР, он, так сказать, этого момента ведет больше внимания, а какой-то там старый, скажем, Дойсен, например, он вообще почти, так сказать, их равняет их философию, чуть не с философией Канта, то есть тоже какие-то... Это я излагаю, но пишу, что вот это вот, это вот обилие, значит, всех этих интерпретаций, разумеется, оно указывает на там какую-то там духовную жизнь, но здесь, опять же, это есть уже компетенция специалиста-философа, вот. А я, так сказать, пытаюсь дать по возможности точную филологическую интерпретацию. И этим, ну, может это, опять же, счастливые истечения обстоятельств, но вот я печатал все эти три книжки по Упанишанам, по Упанишанам, они вышли в 60-х годах, без всяких, так сказать, особых препятствий, как раз сравнительно гладко и просто. Все отзывы были благоприятны. Издательство и редактор, она, значит, она практически все это приняла без изменений. Ну, так что в этом смысле обстановка была очень благоприятная. Хотя, конечно, были минусы, но я тоже об этом писал. Какая была первая Упанишада? Прихода Раньяка, да. С другой стороны, были какие-то вещи, может, недоступны, потому что, ну, я какими-то изданиями пользоваться было трудно, потому что выписывать издания из других стран было трудно очень. Иногда это было возможно. Изучать это на месте у меня не было возможности, в смысле, так сказать, поезда куда-либо. Так что это уже другой вопрос. Почему именно Бриха Дораньяка? Нет, ну, это основные известные Упанишаны, естественно. Это Марцис спрашивает, почему. Бриха Дораньяка, Чхандогия, это наиболее старые, крупные, и, так сказать, Интиридар. Нет, есть еще, там есть так называемые 12 или 13, есть разные варианты, так называемые главные Упанишаны. Да, да. И наиболее старые, всего Упанишад больше двухсот насчитывается. И более поздние, какая-то даже есть Алла Упанишада, по приказу Акбара была ведь. Первый раз слышу. Да, да. Есть, нет, это жанр. Кроме того, это вообще было в каких-то источниках, даже Прагавадгита называется Упанишад. Да, было такое. Как символ-то, да. Так что это да. Но я оперировал переводы главных Упанишад, плюс отрывки из более поздних, или какие-то полностью какие-то в отрывках. То есть это ваш собственный был уже? Ну, это был выбор отчасти обусловленный тем, что находилось в моем распоряжении. Ну и, конечно, какой выбор, или что-то дать полностью, или что-то в отрывках уже, как мне казалось, лучше. И сколько лет вот уходило? Ну, это было в основном. На разные переводы Упанишады, Гитаговины, Панчхан. Ну, я скажу, это было примерно с самого начала, может быть, 60-х. И до этого ушло, может быть, чуть-чуть в самом конце 50-х. А стало это издаваться уже с 64-го года. То есть вот Бриха Дороняка вышла в 64-м. В Чхандоге было три отдельных книжки, которые потом репринтом вместе пересдавались. В Чхандоге в 65-м. И под заголовком Упанишады, там были остальные главные, плюс какие-то выдержки из менее известных. Это вышло в 67-м. А потом мной уже готовилась монография, некоторые проблемы изучения Упанишады. Она вышла в 71-м. И мной уже готовилась, уже там возникло это дело, уже защита докторской по исследованию, переводам, комментариям к Упанишадам. А это было, если я ошибаюсь, в 70-м, 71-м годах. А Гитаговин, да? Немножко позже я стал. Нет-нет, вру-ру-ру, немножко позже. Это было уже в 70-е. То есть сначала была Панчатантра. Сначала была Панчатантра, которая вышла в 58-м, кстати, да. Потом по очереди были Упанишады. Потом была Гитаговинда, да. Потом параллельно в 60-х была Камасутра, которая тоже в план не входила. И делась... Когда вам не сказали, что как же вы нас подвели, почему вы нас так подвелили? По поводу Камасутры ничего не говорили. Удивительно. И не только, значит, я из этого... Я, естественно, да. По поводу Камасутры, я тоже об этом говорил. Об этом знали, но это я давал специалистам. У тогдашнего заведующего... Что? Какой это был год? Это были 60-е годы. Все же те же 60-е годы. Это были 60-е годы. Какие-то специалисты... Были отзывы положительные. Какие-то... Тогда был заведующий этой главной редакции Восточный Дрейер был такой, Олег Константинович. Видимо, он какое-то время, может, даже считал, что это реально издать. Были положительные отзывы. Я, естественно, так сказать, не делал секреты из этой работы. Хоть и не, естественно, хоть и не распространял ее как бы. Само собой. И даже удалось в этом плане помочь какому-то паблике. Я тоже об этом имел случай говорить в интервью. В институт пришла бумага из какого-то народного суда московского. Значит, какого-то человека обвинили в распространении вот этой порнографии. Ну, это пошло начальству. А начальство знало, что у меня есть этот перевод. И они дали это мне для заключения. Для экспертного мнения. Я им сказал, да. Я с удовольствием напишу, но надо, чтобы... Я могу это и представить, но надо, чтобы вы это подписали, чтобы народный суд увидел, чтобы помочь этому несчастному человеку. Я уже не знаю там. И это было, на самом деле, это было даже не, так сказать, конечно, не вот Камасутра. Это была какая-то вариация на эти тела. Ну да, 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 да. И уж, конечно, положа руку на сердце, это вовсе не был какой-то, тем более, сколько-нибудь, так сказать, научно проверенный перевод. Да, таких много и в Индии продавили. И я не знаю, насколько этот человек давал направо и налево, или просто это хранил. Ну да. Но хранить тоже можно. Ну, я не знаю, как закон. Но в любом случае я понимал, что надо человеку помочь. Поэтому я разобрал, что это такой жанр, специфичный жанр, который в рамках других культур, где он играл большую, ну, определенную роль, он отнюдь не считался порнографией. И ошибочно применять к нему какие-то вот вещи такие. Вот. Другое дело, что это надо выяснить там текстологически, но это не является порнографическим текстом. То есть я главным образом обосновывал, что тут нет статьи преступления. Да, да, да. Понимаете? Вот так вот. Это сработало? Кажется, да. Я всех деталей... Он вам не писал потом благодарность и пишет? Нет, нет. Я его лично вообще не знал. Я его лично не знал. Ну, как вы знаете, лучше всего, когда правая рука не знает, что делает левая рука. Во всяком случае, кто-то, то ли из заведующего отдела, подписал это. И это пошло туда, что я и считал своим долгом сделать. Да, да. Вот так вот. Вот Мартис спрашивает еще, каков самый глупый миф о Камасутре? Ну, может быть, вот вы уже рассказали сейчас эту историю. Во-первых, этот миф – это уже наполовину шутка. Ну, да. Что, как какая-то знакомая выросла, Алла говорит, ну, это было заведомо. А я думал, что это вообще сборник иллюстраций. А там, оказывается, еще текст. А там еще есть. А там еще и буквы есть. И даже какие-то даже наставления местами, и даже какие-то более даже... Где-то даже отвлеченные рассуждения, что, мол, совмещайте разумным образом там Дхарму, Артху, Каму. Так сказать, это что, кстати, действительно достаточно разумно. Вот. Есть даже... Да, так что, во-первых, нас и людей имеют в виду именно вот такие вот всякие издания. Конечно, конечно, конечно. Популярные, рассчитанные. Тем более, что их очень много было в 90-е годы. Да я знаю. Я даже стал в какой-то мере жертвой, но я такие вещи не отслеживаю. Это бессмысленно. Был какой-то явный случай пиратского издания. Потом что-то извинились, что-то сделали, и потом переиздали. Это, кстати, эксмо происходит. Да, да, понятно. И потом они, кстати, издали. Они что-то извинились, чем-то там постарались компенсировать, но потом они продолжали издавать. Да, конечно. Да, но как издавать? Нет. Издавать, значит, в сходном оформлении, что-то там было перефразировано, и на обороте титул, например, перевод с английского какого-то бочонкого, который почти наверняка что-то использовал. Мой перевод, но охотой отслеживать эти вещи, у меня абсолютно никакой нет. Ну пусть делает, пусть кто издает, что в меру, так сказать, своей пристойности, пиратства своего, этим занимается, понимаете. Мне, собственно, пусть делают, что хотят. Есть издания более популярные, где есть ссылки на мой перевод, такое очень красочное издание. Есть такая серия книг большого формата с таким очень затейливым орнаментом по краям страницы. Я не помню сейчас фамилии этих издателей. Там какой-то более вольный перевод, но буквально каждый раз ссылка на мой полный перевод. Ну, в общем, каждый действует в рамках своей порядочности. Ну, это уже, так сказать, в общем-то не мое дело. Да, да. Это не мое дело. Скажите, пожалуйста, если брать мировоззрение индуистское и буддистское, все-таки какое вам ближе? Где вы находите больше параллелей в вашей собственной жизни, в вашем опыте? В буддизме мне, конечно, ближе веданта. Адвайта веданта. Украина нет, не дуалистическая веданта. Конечно, ближе. В буддизме, конечно, мне ближе южный буддизм, Тераван. Тераван. Конечно. Но я должен сказать, что не там, не там. И вообще, я, видимо, у меня несколько как бы, не знаю, как, то ли атрофировано, совершенно естественная и массовая потребность в ритуале. Потому что безотносительно к моему отношению, к той или иной религии, которая сама по себе в моих глазах обладает, в общем-то, неприходящим смыслом и очень важными функциями, и совершенно в этом смысле не важно, кто в какой религии родился. Важно, чтобы она для него как-то работала, можно так выразиться, условно говоря. Да, приносила какие-то результаты. Ритуала, опять же, безотносительно, ну, если там, скажем, мне более симпатичен буддизм, чем, скажем, допустим, ислам или какие-то элементы там, другие. Но безотносительно к этому потребности в ритуале у меня нет. Хотя я прекрасно понимаю, что у массы людей это есть, и с этим, с полным уважением отношусь, но вот мне это, видимо, не дает ничего. Не важно, какой это ритуал, скажем, в индуизме человек меньше всё-таки в мире допускается к ритуалу, в буддизм гораздо более открыт, но чем отчасти объясняется его судьба. Да, конечно, человек сторонний, вы имеете в виду, млечиха. Но когда я был в этой сфере особого, так сказать, потребности внутренней как-то участвовал в буддизмском, у меня не было всё равно, как я, так сказать, высоко его не царю, как он мне не импонирует, не было. У меня, видимо, эта потребность, она как-то, видимо, она замещается какими-то другими началами. Очевидно так. Но, повторяю, когда кто-то это делает, это, естественно, со стороны этого увидеть какой-то набор лишённых смысла каких-то действий. Для меня это может быть и действительно лишено, но это абсолютно ничего не значит. И что для кого-то это может иметь смысл и цель. И слава Богу, что у него это есть. Слава Богу, да. Вот так. Но у меня действительно вот такой потребности нет, поэтому я не могу себя считать, как говорится. Действительно, в этом смысле, да. Но ощущение того, что всё это говорит об одном и том же, у меня есть. Об одном и том же. Слава Богу, да.